Здравствуйте, уважаемые ученики! Меня зовут Наталья Владимировна, и я несказанно рада нашей с вами новой встрече. Давайте с вами вспомним, какую же сферу жизни общества, очень важную для нас, мы с вами разбирали на прошлом уроке. Все верно, это экономика. Скажите, пожалуйста, а какова же главная цель экономики? Безусловно, это удовлетворение потребностей людей. Скажите, а каким же средством, с помощью чего мы эту цель сможем с вами достичь? Конечно, это производство товаров и услуг. Именно об этом мы сегодня будем вести с вами речь на нынешнем с вами уроке. Сумма всех расходов на выпуск производства товаров и услуг называется затраты производства. Стоимость, оценка этих затрат производства выражается экономическим показателем, который заключает в себе себестоимость. Так вот, эта себестоимость включает в себя затраты на оплату труда, на закупку сырья, на повышение квалификации рабочих, на оплату аренды и многое-многое другое. Конечно, затраты производителя могут быть множественными. Мы с вами можем назвать три вида этих затрат. Это общие затраты, постоянные и переменные. Кстати, сумма постоянных и переменных затрат – это и есть издержки общие. Так вот, в чем же будет принципиальное отличие постоянных от переменных издержек? Это будет отличие заключаться в следующем. Некоторые издержки зависят от объема выпускаемой продукции, причем напрямую, прямо пропорционально. А некоторые издержки на себе изменения объема произведенной продукции не ощущают. Так вот, те издержки, которые не меняются в зависимости от изменения объема выпускаемой продукции, называются издержками постоянными. А те, которые меняются, называются переменными. Давайте разберем данный момент нашего с вами урока на конкретных примерах. Например, арендная плата. Эта издержка относится к издержке постоянной. Почему? Выпускать вы будете в помещении 20 тортов, 40 тортов, 50. Количество муки, которое вы будете затрачивать, например, будет относиться к издержке переменной, потому что оно будет напрямую зависеть от количества выпускаемой продукции. Значит, эта издержка будет переменной. А вот на сумму арендной платы это оказывать влияние не будет нисколько. Именно поэтому эта издержка относится к постоянным издержкам. Та же ситуация будет складываться и с оплатой за процент кредита, который предприниматель будет вынужден взять для развития своего бизнеса. Ведь сумма этого процента кредита не будет зависеть от того объема выпускаемой продукции, которая будет принадлежать данному промышленнику, производителю. Отсюда эта издержка будет постоянной. И в свою очередь расходы предпринимателя на сдельную зарплату будут относиться к издержкам переменным, потому что в зависимости от того, сколько изготовит продукция работник, то количество заработной платы он и получит. Производитель, конечно, стремится к тому, чтобы эффективным способом использовать те ресурсы, затраты, которые имеются в его распоряжении. Эти затраты и издержки могут быть использованы самым разным способом, и экономия их и бережное расходование может осуществляться тоже разными способами. Это может быть сокращение затрат производства, непосредственно ресурсов, задействованных в производстве. Это может быть уменьшение заработной платы, что не всегда является эффективным способом. Это может быть повышение мастерства работников, внедрение новых технологий. Все это в целом может способствовать увеличению производимой продукции. Конечно, на сегодняшний день количество информации, которое есть у наших с вами производителей, достаточно велико, широко. Отсюда мы с вами должны понимать, что ее необходимо обрабатывать. На сегодняшний день без знаний информатизации и компьютеризации сделать это крайне сложно. Я хочу привести вам данные Министерства труда Соединенных Штатов Америки. Так вот, их исследования в этой области, проведенные, показывают нам то, что в ближайшее время бурный рост будут переживать 54 специальности, профессии. И только 8 из них не будут требовать знаний, навыков, информационных технологий. Я думаю, что эта информация очень актуальна для вас. Ведь в будущем вам придется определяться с профессией, для того, чтобы быть успешным работником, быть успешным предпринимателем, для того, чтобы найти свое место в жизни. И эти знания вам будут непременно необходимы. Я, конечно, не сомневаюсь в том, что вы уже сейчас являетесь уверенными пользователями ПК, но наши компьютерные технологии не стоят на месте, а вместе с тем и наши компетенции тоже должны развиваться. Помните, пожалуйста, об этом. Аналитики предсказывают, что в ближайшем будущем будет глобальная технологизация. Это как раз прямое подтверждение моих предыдущих слов. И здесь будет бурное развитие IT-технологий, робототехники. Казалось бы, даже гуманитарные специальности не могут обойтись без знаний программирования, алгоритмизации и многих-многих других. В 2016 году наша с вами экономика достигла серьезных результатов. Так появился биопринтер, который может с заданными параметрами печатать органы, ткани. И, конечно, не только в этой области развивается наша с вами российская экономика. У нас давным-давно уже появились беспилотные автомобили, интернет-банкинг. А в области сельского хозяйства сейчас у нас есть мультисенсорные датчики, которые изучают то, каким образом развиваются корни растений, да и в целом само растение. Так вот, ХХРУ, известное интернет-издание под руководством Юлии Сахаровой, проводило тоже исследования, подобные американским, для того, чтобы изучить ту конъюнктуру, которая существует на рынке труда в России. И вот они называют 136 специальностей, которые на сегодняшний день будут переживать бурный рост и у нас, в России. Казалось бы, некоторые из них, ряд из них, у нас бы вызывали удивление, может быть, недоумение, а может быть, они казались бы нам с вами фантастичными. Но в связи с сложившейся обстановкой пандемии, они уже не кажутся нам столь отдаленными и невероятными, как это было раньше. Я имею в виду профессии IT-медика, IT-терапевта, агрокибернетика, проектировщика детских и медицинских роботов, цифровых лингвистов, оценщиков интеллектуальной собственности, юристов области беспилотного транспорта и так далее. Конечно, новые интеллектуальные технологии – это важный инструмент того, чтобы повысить производительность труда, принять правильное взвешенное решение в экономике, оперативно принять это решение, быстро. Ведь иногда в экономике производителю приходится решать важные, насущные проблемы очень быстро, для того, чтобы быть конкурентно способным в этой среде. Основную роль в рациональном использовании энергоресурсов составляет, конечно, энергосберегающие технологии. Конечно, мы можем с вами сказать, что в России этих энергосберегающих технологий достаточно большое количество, но у нас всегда есть куда расти. И на самом деле эта проблема для нас актуальна, несмотря на то, что природных ресурсов достаточно большое количество на территории России. Почему она актуальна? Потому что в периоды морозов, нашей вот такой нестабильной погоды, мы тратим достаточно большое количество электроэнергии, воды, газа. Отсюда уменьшение расходов – это главная цель производителя. Но надо учитывать и тот момент, что Россия присоединилась к соглашению, которое говорит нам о том, что мы должны сократить вредные выбросы в атмосферу и таким образом всячески преодолевать развитие парникового эффекта. Конечно, это необходимо производителю еще и потому, потому что позволяет сокращать затраты производства. В среднем аналитики, экономисты говорят, что затраты в данном случае могут быть сокращены 8-10 раз. Представьте себе, что в это же количество раз вырастет прибыль предпринимателя. Отсюда любой предприниматель в такого рода действиях будет заинтересован. Итак, способы экономии энергоресурсов могут быть разнообразными. В этом отношении преуспел Китай. Были отдельные периоды истории, когда Китай ограничил потребление электроэнергии и даже по времени подавал ее. Конечно, в менталитете восточных людей экономия является некой частью их жизни. Может быть, и поэтому они являются той страной, которая идет впереди планеты всей и подает нам в этом направлении достойный пример. Давайте с вами для подтверждения моих слов посмотрим видеосюжет. Жители Шанхая массово начали пользоваться солнечными батареями, установленные на крыше дома. Одна фотогальваническая система способна обеспечить энергией для семьи. Как известно, такой вид электричества является не только экологически чистым, но и экономически выгодным. Власти Шанхая предоставляют жителям, использующим солнечную энергию, дополнительную субсидию. За каждые 100 кВт платят 82 юаней. Таким образом, за 7-8 лет стоимость солнечной батареи полностью окупается, а после этого за энергию вовсе ничего платить не надо. Сегодня многие предприятия Шанхая страдают от перебоя в электроснабжении. В летние месяцы энергетические системы из-за непомерных нагрузок часто выходят из строя. А использование солнечной энергии хоть и не решит эту проблему полностью, все же поможет облегчить ситуацию. В Китае с каждым днем растет потребление электричества, поэтому для властей использование солнечной энергии становится одним из приоритетных направлений. Сейчас власти Шанхая начали установку фотопластинок на крышу аэропорта. В будущем и другие общественные здания перейдут на деленную энергетику. После выставки Экспо-2010 в Шанхае в Китае активно осваивают альтернативные источники энергии. Только за последние 5 лет идти вдоль дорог протяженностью почти 2 тысячи километров установлены вот такие уличные фонари, работающие на солнечных батареях. Конечно, Китай в этом отношении преуспел. И нам с вами есть чему поучиться. Но я хочу сказать, что и наш край в этом отношении тоже преуспел. И у нас с вами тоже есть чему поучиться. В Грачевском районе Ставропольского края ввели в эксплуатацию Старомарьевскую солнечную электростанцию. Она располагается на площади 70 гектаров. Мощность ее в течение года 100 мегаватт. А в среднем она вырабатывает 125 киловатт электроэнергии. Этой электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить 133 тысячи человек. Представьте себе, какое достижение и каким передовиком в этом отношении является Ставропольский край. Поэтому у нас с вами есть чем гордиться. И поучиться у нас тоже есть чему. И может быть в последующем другие регионы нашей страны этот опыт с радостью будут перенимать. Разделение труда в производстве – это разделение больших задач на несколько маленьких. Конечно, с одной стороны разделение труда имеет свои преимущества. Но явление это безусловно противоречивое. Потому что с одной стороны работник выполняет работу быстро, качественно. Но он является профессионально ограниченным. И это тоже несомненный факт. В начале 20 века американский предприниматель Генри Форд начал массовое производство автомобилей. С использованием мощности производственных конвейеров. Заменили стол на движущийся транспортер. И теперь каждый работник был ограничен временем работы конвейера. Это существенно сократило время на производство одного автомобиля. И привело к тому, что выпуск их стал в разы больше. И увеличил прибыль промышленника, предпринимателя. Позже, наряду с конвейером, способом производства, начали использовать бригадный способ производства. Это когда команда людей отвечает за производство того или иного продукта. Мы отошли тем самым от монотонной работы, шаблонной, однообразной, неинтересной, которая была связана с конвейером. И, конечно, у бригадного способа, несомненными его плюсами, является то, что работа становится качественной, а ответственность бригады за произведенный продукт возрастает. В основе решения вопроса, что производить, лежит закономерное желание производителя получить как можно большее количество прибыли. Но это невозможно, если производить тот товар, который не будет пользоваться спросом. Именно тогда мы продаем тот продукт, который необходим обществу. И тогда предприниматель получает определенную выгоду. К чему же стремится наш предприниматель? Он стремится получить прибыль. Прибыль – это превышение выручки от продажи товаров над суммой затрат, которые тратит производитель на изготовление продукции. Простая формула, которой легко воспользоваться. Выручка минус издержки равно прибыль. Предположим, выручка нашего предпринимателя 100 тысяч рублей, а 50 тысяч составляют его издержки. Легко посчитать, что прибыль нашего с вами предпринимателя будет составлять 50 тысяч рублей. Прибыль предпринимателя можно увеличить разнообразными способами. Можно сократить зарплату, можно не платить налоги, можно уменьшить расходы на сырье, можно использовать новые технологии, можно сократить рабочих. Но вы, мои дорогие, должны прекрасно помнить о том, что не каждый из этих способов может быть конструктивным и рациональным для производителя. Главное, чтобы этот способ увеличения прибыли не привел к банкротству нашего с вами предпринимателя. А еще, плюс ко всему, я призываю вас вспомнить те уроки, которые у нас были в предыдущие месяцы. Ведь юридическую ответственность в нашей стране тоже никто не отменял. Я имею в виду такой не совсем законный способ повышения прибыли, как сократить зарплату или не платить налоги. Конечно, все эти факторы необходимо нашему промышленнику-предпринимателю учитывать в организации своего производства. Ведь от них во многом зависит успешность его производственной предпринимательской деятельности. Прибыль всегда являлась и будет являться движущей силой деятельности производителя. Заинтересованный в получении прибыли, он стремится повышать квалификацию работников. Он стремится к тому, чтобы сокращать издержки производства. Это может быть осуществлено любым законным способом. Например, построить данный завод на равноудаленном расстоянии или сократить это расстояние до точек, где находится сырье, базы, откуда это сырье для производства будет поставляться. Конечно, учитывая потребности населения, производителю будет легче ориентироваться в этом сложном мире экономики. И учитывая моменты конкуренции, это сделать ему будет просто крайне необходимо. Иначе в условиях этой жесткой достаточно борьбы, соперничества, он просто не сможет остаться на плаву. Мне кажется, что вот эти полезные данные, которые вы сегодня получили на нашем с вами уроке, позволят быть вам не только успешными потребителями, но и в будущем успешными предпринимателями, которые организуют свой бизнес в будущем. Ну а сейчас время нашего с вами урока подходит к концу. Мне бы хотелось сказать вам большое спасибо за внимание и пожелать отличного настроения и хорошего дня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok